Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Астрора. Сегодня у нас с вами гороскоп на 9 марта 2020 года. Сегодня у нас 16 лунный день и он начнется в 17 часов 47 минут по московскому времени. Символ этого дня – умеренность, ярко перекликающаяся с 14 арканом Кар Таро – умеренность, призывающим нас сохранять спокойствие, чистоту помыслов, равновесие в эмоциях. Это чисто день справедливости, очищения. Это день гармонии между физическим уровнем и духовным миром. Рекомендуется сегодня проводить уравновешивающие физические упражнения, например, занятия йогой. В этот день необходимо сохранять спокойствие, не нарушать внутренний комфорт, не спорить и не ссориться, сохраняя эмоции на одном уровне. Это период обольщения различными представителями организации, поэтому лучше не вступать ни в какие тайны организации и течения, так как впоследствии вас могут вести в заблуждение. Луна будет пребывать в знаке Зодиака Дева. Уверенность и комфорт сейчас в первую очередь зависят от ясности и порядка, и не только в вещах, но и в мысли и в уцах. Сегодня может появиться желание навести порядок в тех местах и областях вашей жизни, где его нет, где все у вас хаотично. Поэтому постарайтесь быть более терпимыми к несовершенствам в этой жизни. Доверьтесь ей и позвольте всему течь своим руслом. Не все в этой жизни случается согласно нашим ожиданиям. Полнолуние – третья фаза, и она начнется в 20 часов 48 минут. Хирургические операции не рекомендуется сегодня проводить, потому что у нас сегодня полнолуние. Сны этих лунных суток, как правило, сбываются, но их сложно трактовать и необходимо внимательно относиться к символам снов. Хороший день для начала несущественных дел, крупные же дела лучше отложить. Хороший день для бизнес-планирования, но не для решений. Хороший день для работы с финансами. Сегодня день гармонии, поэтому выяснить отношения не нужно. Также сегодня один из лучших дней лунного календаря для заключения брака и помолвки. Также хороший день для зачатия. Ребенок будет с мягким характером, будет любить природу и свою семью. Что же касательно ухода за волосами, то стрижка сегодня не принесет ничего хорошего. Вероятно увеличение нервной возбудимости, что принесет в итоге плохое самочувствие. В этот день хорошо заниматься дыхательной гимнастикой, проводить работы по гармонизации этого мира. Можно заниматься психологическими сегодня практиками, позволяющими видеть радость в молочах. Нарисуйте цветок с пятью лепестками и в эти лепестки в течение дня записывайте каждую приятную мелочь, которая с вами произойдет от вкусного обеда с любимым блюдом до случайной улыбки. Для сохранения ровного эмоционального уровня окуривайте помещение благоволова. И хорошо прожигать сегодня фиолетовую свечу для погружения в медитативное состояние защиты своего эмоционального уровня. Далее у нас гороскоп на 9 марта и это у нас общий гороскоп. Мелкие неприятности возможны в начале дня, но вряд ли они выбьют вас из колеи, да и закончатся они быстро. Важно не идти на поводу у мрачных мыслей, не ждать каждую минуту чего-то плохого. Прогнать тревогу помогут общение с друзьями, встречи с любимым человеком. Можно сегодня сосредоточиться на семейных делах, помощь близким. Вы будете так заняты, что для пустых переживаний просто не останется времени. Это подходящий день для творчества и любых занятий, требующих фантазии и изобретательности. Чем больше необычных идей у вас появляется, тем лучше становится ваше настроение. Ну а далее гороскоп на 9 марта 2020 года для каждого знака. По традиции мы начинаем со знака зодиака Овен. Уважаемые Овны, сегодня у вас благоприятный день для важных дел и крупных делах. Вы без долгих сомнений принимаете верные решения, не боитесь брать на себя. Часто помогают вам люди, которым вы прежде оказали какие-то незначительные, но очень своевременные услуги. Могут напомнить о себе давние знакомые. Общение с ними окажется полезным. Не исключены и денежные поступления. Старайтесь избегать серьезных физических нагрузок. Сейчас они могут привести к проблемам со здоровьем. Желательно не нарушать привычный режим дня, иначе потом будет вам очень трудно к нему вернуться. Далее гороскоп для знака зодиака Телет. Уважаемые тельцы, вы сегодня почувствуете прилив сил и энергии. И поймете, что способны на многое. Появятся новые идеи и творческие проекты. Удастся найти людей, которые помогут вам в осуществлении задуманного. Часто вам просто везет, но лучше все же рассчитывать не на поддержку звезд, а на собственные силы. Старшие родственники часто дают вам хорошие советы. Прислушавшись к ним, вы быстрее получите то, о чем вы давно мечтали. День благоприятен для поездок и развлекательных, и деловых. В дороге вас ждет много ярких впечатлений и интересных знакомств. Не исключены и романтические увлечения. Далее гороскоп для знака зодиака Близнецы. Уважаемые Близнецы, ладить с окружающими сегодня может быть труднее, чем обычно. Отчасти это ваша вина. Вы не задумываетесь о том, какую реакцию способны вызвать ваши резкие замечания или двусмысленные шутки. Иногда лучше промолчать, чем говорить первое, что приходит на ум. Будьте особенно внимательны к тем, с кем вас связывают общие планы. Таким людям сейчас важно видеть вашу заинтересованность. Лучше избегать любого риска, не искать опасных приключений и не ставить на карту слишком много. Возможны незапланированные мелкие траты и неудачные покупки. Далее гороскоп для знака зодиака Рак. Уважаемые Раки, сегодня отличный день для начала новых дел, в том числе и непростых. Вам нравится приносить пользу, решать свои чужие проблемы. Ваш серьезный подход к любому вопросу помогает окружающим избежать ошибок, удержаться от поступка, о котором позже пришлось бы пожалеть. Неплохо складываются сегодня у вас поездки, даже если они не были запланированы заранее. А отправляться в дорогу приходится в странной кампании. Ярко проявляются лидерские качества. Если нужно найти единомышленников, объединить их в команду, возглавить и вдохновить, вы справитесь с этим без труда. Далее гороскоп для знака зодиака Лев. День проходит хоть и не без трудностей, но все же весьма плодотворно. Вы стараетесь сегодня, уважаемые львы, не огорчаться, если что-то идет не так. И с энтузиазмом беретесь за решение новых задач. Охотно экспериментируйте. Удаётся вдохновить окружающих, заразить их своими идеями и планами. Люди к вам тянутся, охотно обсуждают самые разные вопросы, предлагают что-то новое. Можно начинать работу над совместными проектами. Могут требовать особого внимания какие-то домашние дела. Например, не исключено, что придется заниматься мелким ремонтом в спешке, покупать вещи взамен вышедших из строя. Далее гороскоп для знака зодиакова. Уважаемая дева, сегодняшний день будет сложным для вас. Старайтесь не рисковать, обстоятельства часто складываются неудачно. И вы можете многое потерять из-за пустяковой ошибки, незначительного просчёта. Возникает разногласие с друзьями, требуется немало спокойствия и терпения, чтобы избежать конфликтов. Тем, кто вам действительно дорог, вы найдете подход. И сделайте все возможное, чтобы отношения складывались гармонично. Финансовая картина неблагоприятна. Возможны напрасные траты и потери. Не исключено, что вам напомнят о каких-то старых долгах. Это не лучший день для крупных покупок. Далее гороскоп для знака зодиака весы. Уважаемые весы, в этот день полезно заниматься чем-то новым, необычным, открывающим простор для воображения. У вас хорошо получается мотивировать себя и вовлекать в дело тех, кто прежде не был заинтересован. Многие отношения, начинающиеся в этот день, со временем перерастут в тесную дружбу. Удачными будут поездки. Смена обстановки помогает вам восстановить силы, выбросить из головы мрачные мысли. Будет возможность узнать много нового. Иногда полезная информация поступает из неожиданных источников. Даже из слухов и сплетен можно почерпнуть что-то важное. Далее гороскоп для знака зодиака Скорпион. Уважаемые Скорпионы, сегодня для вас будет легкий день, яркий и приятный. Будет много поводов для радости и веселья. Не всегда то, что поднимает вам настроение, по-настоящему важно. Но даже пустяки хороши, если помогают настроиться на оптимистический лад. Дается пообщаться с людьми, которые много знают о жизни. Готовы поделиться своим опытом и не давать при этом непрошенных совет. Будет возможность у вас и пофлиртовать, и вы ее не упустите. Можно делать сегодня покупки. Вы обзаведетесь вещами, о которых давно мечтали. И заплатите за них не слишком много. Не исключены небольшие подарки и денежные поступления. Далее гороскоп для знака зодиака Стрелет. Уважаемые Стрельцы, вы готовы бороться за свои интересы. И это хорошо, потому что сражений сегодня вряд ли удастся избежать. Люди, которым кажется, что вы их обидели, настроены решительно. От них можно ждать любых неприятностей. Конечно, лучше спокойно поговорить обо всем и разобраться в ситуации. Но возможным это станет только после того, как вы дадите нападающим отпор. Никому не позволяйте злоупотреблять вашей добротой. День будет насыщенным и напряженным. И к концу его вам наверняка еще и потребуется отдых. Не стоит планировать на вечер какие-то утомительные занятия или посещение светских мероприятий, которые могут затянуться допоздна. Далее гороскоп для знака зодиака Козерог. И у Козерога сегодня благоприятный день. Появляются новые дела и откладывать их не хочется. Вам по-настоящему интересно то, чем нужно заниматься. Возможно, приятные знакомства, встречи с интересными людьми. Будет шанс обсудить свои идеи с теми, кто готов оценить и поддержать их. А также помочь в реализации. Очень полезны занятия спортом и активный отдых. Они заметно улучшают и настроение, и самочувствие. Не исключены денежные поступления, выгодные сделки и удачные покупки. Некоторые Козероги найдут неожиданный способ улучшить свое финансовое положение. Далее гороскоп для знака зодиака Водолеи. Уважаемые Водолеи, многие проблемы решатся гораздо быстрее и проще, чем вы ожидали. Будет возможность вернуться к делам, начатым раньше. Сейчас вы быстро доведете их до конца, и это почти не потребует усилий. Приятно проходить встречи с друзьями и просто хорошими знакомыми. Удастся поговорить о том, что интересно и важно для всех. Договориться о совместных действиях и общих. Не исключены приятные сюрпризы. Появятся хорошие идеи, касающиеся организации быта, обустройства дома. Также полезны занятия спортом сегодня. Далее гороскоп для знака зодиака Рыбы. Уважаемые Рыбы, этот день не будет особенно сложным, но может показаться утомительным и долгим. Дела, которыми приходится заниматься, однообразны и скучны. Но они требуют внимания и сосредоточенности. Стоит ненадолго отвлечься, и вы допускаете ошибки, после которых приходится все начинать сначала. Можно обращаться к друзьями, хорошим знакомым за советами. А вот просить кого-то о помощи, скорее всего, будет бесполезно. Вам все же удастся сохранить хорошее настроение, да и другим его поднять. Сегодня полезно отправиться в небольшую поездку или на прогулку по красистам. Друзья, вот такой у нас был гороскоп на 9 марта 2020 года для каждого зодиака. С вами, как всегда, был канал Астрора. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно смотрите другие видео на канале. Ну а мы с вами прощаемся и услышимся уже в следующем видео. Пока-пока. Продолжение следует...